Музыка Все началось с того, что мне надоели все плакаты, висящие у меня на стенах, наклейки, картинки и все это я решила убрать. На этом все не закончилось. Я заказала напольную вешалку и тумбочку. На видео вы видите, как я собираю вешалку. Это было, в принципе, легко, но трудности все же были. Но я справилась. Она стоит, вроде не разваливается. Музыка А теперь давайте расскажу поподробнее. Вот моя тумбочка. На ней лежат всякие разные штучки. А это коврик, на котором лежат все мои украшения, которые я чаще всего одеваю. Давайте покажу вам, что лежит в полках. В первой полке у меня лежит разная мелочь. Всякие лаки, ожерелья, резинки и заколочки. Откроем второй ящик, и там мы можем видеть разную пряжу, всякие наклейки, много свечек, коробочка с моими чехлами. Третий ящик, на самом деле, самый скучный, потому что там просто лежат коробки от всей моей техники. Мы переходим к напольной вешалке, которую я собирала сама. Это просто трэш, я горжусь собой. Здесь висит моя самая основная одежда, которую я чаще всего ношу. Также всякие сумки, шопперы. Да, вот так вот. Я предлагаю перейти к моему прикроватному месту. Там стоит моя тумбочка и висит полка. Сейчас я вам все поподробнее расскажу. Над ней висят лианы, они очень классные. Вы об этом знаете, если смотрели мое прошлое видео с распаковкой. На тумбочке всегда стоит очень много ненужной посуды, всяких кругов, чашек, в которых лежали печенья, часы. Опять же, они были в одной из распаковок с Шейна. Советую посмотреть, если вы еще не смотрели. Также ночник. Это просто милый котик, он горит. На нем кнопочка там есть, но сейчас это не видно. Классный котик, мне нравится. Вот такая вот штучка, органайзер. Его я тоже покупала на Шейне. Он тоже есть в одной из распаковок. Обязательно посмотрите. А это чубка, которую мне сделала моя подружка из пластилина. Он очень милый, вообще супер. Десять из десяти. Вот такая вот полочка, на которой стоят мои книжки. А рядом с ними такая корзиночка. В ней лежат всякие закладки, маркеры. Вообще какая-то непонятная фигня. Вот такой вот мой ребенок. Я обожаю растения. У меня растения просто по всему дому. Я обожаю их. Теперь покажу вам свою кровать. Ого, ничего себе. Так вот, все. Всем пока. На этом влог закончился. Спасибо за просмотр. Вот такой медведь у меня есть. Он просто охрененный. С ним так классно обниматься. Это лучшая вещь просто вот в моей жизни, я считаю. Над кроватью у меня висят две полки. Давайте я расскажу вам, что же на них находится. На нижней полке стоит косметичка, увлажнитель. Конечно же, цветы. Как же без цветов? И разная мелочь, как типу проводов. На верхней стоит Антошка. Да. С полками мы закончили. Перейдем к столу. На столе у меня всегда срач. Вы думали, что сейчас будет красивая картинка убранного стола? Нет. Вот вам там лапс. Да. Ура. На столе лежит непонятная гирлянда. Я не знаю, куда ее повесить, потому что она, ну, никуда она не помещается вообще. Я не знаю, что с ней делать. Повесится на ней, что ли, я не пойму. Также лампа стоит рядышком. И вот, собственно, мои дети любимые. Авокадо номер один. Авокадо номер два и три. Еще один цветочек. И еще одно мое авокадо, которое уже с тремя листочками вроде были, с четырьмя. Штучка с ручками, карандашами, ножницами, да. Вот такая подставка. Там лежат всякие блокнотики, подставка для учебников. Почему так темно в комнате? Скажите мне, что за мрак? Было же все классно, все супер. Где освещение? Под столом у меня мусорка в прямом смысле. Стоит один большой пакет с мусором. Вот такой вот. В столе у меня есть также полки, если это можно так назвать, да. Ящики. И как бы у них нет ничего интересного. В одном тетрадке, а во втором канцелярия. И все, с ящиками закончили. Ура! Еще стул, на котором всегда дофига всяких вещей. Я просто не понимаю, как так получается. Видите, сижу от безысходности в углу. Ужас. Я в шоке. Hello, darkness, my old friend.